Вот четыре стоят на конфорке, и здесь еще и плита была бокрая вся. Это уже раз пять с утра мы выливали. Пытаясь сберечь свежий ремонт, пенсионерка сначала пустила в ход ведра, потом кастрюли, после, чашки и плошки. Когда тара кончилась от ливня, который обрушился прямо на голову, она начала спасаться полотенцами. Толку не было. Начала отсюда, потом здесь посередине, потом у кресла, потом от окна, а потом вообще везде, то там, то там, на диван идет, и не поймешь, в каком месте, куда что ставить. Вода набиралась, женщина ее выливала, она снова набиралась. Этот челночный бег не прекратился даже после того, как ливень стих. Бесконечные тары и сейчас переполнены жижей цвета ржавчины. От ремонта не осталось и следа. Потолки теперь придется вскрывать, обои переклеивать, двери менять. От такого водопада все они разбухли. Второй день женщина пытается понять, почему вода лилась так, будто она находилась не под крышей, а под открытым небом, и кто теперь ответит за разруху в ее квартире. Управляющая компания «Золушка», которая курирует дом, сразу дала понять – не мы. Ну то есть понимаете, что здесь капитальный ремонт кровли, и у «Золушка» эти не занимаются. Капитальный ремонт на крыше действительно идет полным ходом, и в ответе за него фонд модернизации ЖКХ, точнее подрядчик, которого фонд нанял. Здесь говорят, специалисты очень старались уберечь квартиры от стихии, но штормовой ветер, разогнавшийся до 18 метров в секунду, умножил все старания на ноль. Порывы ветра укрывной материал сдули именно над квартирой номер 20, в связи с чем вся дождевая вода с этого участка крыши устремилась в ливневую канализацию рядом с выходом на крышу вот в этой квартире. Кто ответит за испорченный ремонт пенсионерки? Те же, кто ремонтирует кровлю дома. Сегодня подрядчики уже составили акт. Подрядная организация обязалась устранить весь причиненный ущерб после того, как будет установлена полная гидроизоляция над указанным участком кровли и договоренность с собственниками достигнута. По самым разным причинам в подтопленных квартирах накануне оказались больше 30 семей. Иными словами, очередной 15-минутный ливень снова обернулся настоящим коммунальным бедствием. Интерна Киселева, Вадим Мечаев. Наше время.